Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы проводим вебинар по перевоставлению расходов услуг, оказыванных третьим лицем на другое юридическое лицо по агентским договорам в 1С Управление холдингом ERP. За основу взята конфигурация с последним релизом, релиз 8.3.12. Ранее уже я делала такой вебинар, но я его делала на базе конфигурации ERP 2.2. Сейчас этот функционал по перевоставлению расходов значительно переделан, и, соответственно, хотела его показать вам, потому что тот вебинар уже, можно сказать, устарел. Значит, пример, который мы будем с вами рассматривать на базе конфигурации ERP Управление холдингом. У нас есть такие условия. Компания Аэрофлот заключила агентский договор с компанией Титан на оказание посреднических услуг. Компания Титан на основании агентского договора получает фиксированное комиссионное вознаграждение за оказание посреднических услуг. В свою очередь, компания Титан заключила договор с поставщиком услуг связи МТС. МТС оказывает услуги связи компании Титан на сумму 44 тысячи рублей, в том числе НДС. Услугами связи пользовался арендатор компании Аэрофлот. Комиссионное вознаграждение по агентскому договору составляет 6 тысяч рублей, в том числе НДС – тысячи рублей. Для того, чтобы начать работу по формированию агентских услуг в системе ERP-1С управления холдингом, необходимо настроить подсистему продажи. То есть мы должны зайти в раздел НСИ «Администрирование», раздел «Продажи» и установить флаг «По продаже услуг». НСИ «Администрирование», «Продажи», «По продаже услуг». Далее, для того, чтобы нам сформировать, дальше начать двигаться, нам необходимо обязательно создать определенный вид номенклатуры в справочнике номенклатуры. То есть мы заходим в систему, идем в раздел «Инсы и администрирование», «Номенклатура», создаем вид номенклатуры. Он у меня уже предварительно создан, конечно, в системе. При создании вида номенклатуры здесь требуется обратить внимание, что нам нужно выбирать настройку «Услуга» и «Услуга выполняется партнером». Здесь так не видно, сейчас уже в карточке вся эта настройка скрыта, можно посмотреть на скриншоте, например, вот здесь. То есть мы когда нажимаем на кнопку «Создать», я сейчас покажу, мы должны выбрать вид номенклатуры «Услуга» и потом установить «Выполняется партнером». «Создать», соответственно, выбираем «Услугу» и дальше «Выполняется партнером». Соответственно, у нас должен быть заведен в системе вот такой именно тип вид номенклатуры. Я сохранять не буду. Как только мы создали такой вид номенклатуры, для каретной работы агентской схемы нам необходимо создать номенклатуру. Номенклатуру я назвала «Услуги по агентской схеме» и, соответственно, в этой номенклатуре, сейчас она откроется, я указала название «Услуги по агентской схеме» и также я заполнила раздел «Услуга реализуется по агентскому договору». В этом разделе я заполнила контрагента. Это наш поставщик компании МТС, которая у нас является поставщиком услуг. Также я вернусь немного к началу примера. У нас получается компания МТС – это поставщик услуг. Компания Аэрофлот – это арендатор. И компания Титан, она у нас заведена в справочнике организации. Это у нас арендодатель. После настройки карточки номенклатуры, мы должны настроить с вами, не настроить, а создать корректный договор. То есть мы должны создать договор с контрагентом. И договор, вид договора должен быть с комитентом и принципалом на продажу. То есть у нас есть организация Титан, есть поставщик услуг МТС. И к этому поставщику услуг МТС мы создаем договор с комитентом и принципалом на продажу. Договор у нас создается в справочнике. Я его создавала вот здесь в закупке, договора с контрагентами. Вот у меня договор с принципалом на продажу. В этом договоре необходимо заполнить группу финансового учета. Сейчас, секунду. Здесь, так как это управление холдингом, то здесь создаются версии договоров. И редактировать договор вот так вот и открыть его достаточно сложно. Я его открываю через графики. Секундочку. Вот, открыть график. Я открываю действующую версию. И здесь сейчас нас с вами интересует... Вот у нас вид договора я выбирала, когда создавала с комитентом и принципалом на продажу. На вкладке «Бухгалтерский налоговый учет» у меня указана группа финансового учета с комитентами по продажам. В этой настройке я указала нужные нам счета. Счет 7609, который у нас работает по агентскому вознаграждению, по агентской схеме. И, соответственно, запомнила счета авансов. Больше здесь нам никакие настройки не нужны. Дальше идем по презентации. Настроить ГФУ. ГФУ я показала, соответственно. Дальше мы с вами немного поговорим по документообороту, который работает при формировании агентских услуг. Соответственно, первое, что мы делаем, это формируем договор с покупателем. Делаем документ реализации товаров и услуг. И там используем договор с покупателем обычный. И забиваем там, выбираем нашу услугу с типом номенклатуры, которую мы создавали с вами до этого. Услуга выполняется партнером. Далее мы создаем счет фактура, выданный по перевоставляемым услугам. Этот счет фактура у нас не формирует проводок. Он у нас должен попадать в 10-й раздел декларации по НДС. То есть, и соответственно, должен потом у нас этот счет фактура, выданный по перевоставляемым услугам, связаться с счет фактурой, которую мы формируем в отчете комитенту принципалу о продаже. В счет фактуре полученном. Далее мы формируем реализацию товаров и услуг на агентское вознаграждение. Это обычная реализация, которая у нас формирует проводки. Корреспонденция со счетами доходов и со счетами расходов. Формируем счет фактуру, выданный по агентскому вознаграждению. Так, у нас здесь создается договор с комитентом с принципалом. Мы его с вами ранее создали в системе. Также здесь мы делаем отчет комитенту принципалу о продажах. Формируем счет фактуры, полученный от комитента. И формируем поступление и списание безналичных денежных средств. Значит, перевоставление услуг у нас отражается документом «Реализация товаров и услуг». Это обычный документ. Используется договор с покупателем. Соответственно, на вкладке единственная здесь какая тонкость. Дальше на вкладке «Товары» мы выбираем номенклатуру, которую с вами создали, когда настраивали под систему INSEE. Зайдем в нашу конфигурацию. Зайдем в раздел «Продажи». Документы «Продажи» всем. Выбираем «Реализацию товаров и услуг». Я уже ее создала, конечно. И, соответственно, смотрим наши проводки. На что обращаю внимание, что здесь используется обычный договор с покупателем. Здесь мы выбираем нашу номенклатуру преднастроенную. Забиваем цену. И формируем счет-фактуру. Документ у нас сформировал проводки. «Гибит-62, кредит-76 УК». Это новый счет, который ввела 1С. Этот счет у нас называется «Товары к оформлению отчетов комитенту». Раньше такого счета не было. Мы все проводки формировали через счет 7609. У нас этот счет сейчас выделяется. И на этом счете можно посмотреть наши расчеты по перевыставляемым услугам. Посмотрим на счет-фактуру. Здесь нас что должно интересовать? Чтобы счет-фактура не сформировал запись к книгу продаж. Он у нас должен отразиться только в журнале «Учеты счетов фактур выданных». Смотрим. Отчеты. Движение документа. Здесь мы видим, что у нас сформировался регистр сведений «Журналы учета счетов фактур». Выставленные счета фактуры. И посмотрим проводки на всякий случай. Нажмем на кнопку «Отразить в учете». И мы видим, что проводки не сформированы, а сделана только запись в журнал учета счетов фактур. Это, обращаем ваше внимание, счет фактуры номер 8. Так, здесь с вами разобрали. Дальше у нас по схеме мы должны сформировать с вами отчет комитенту-принципалу о продажах. Сейчас в 1С есть рабочее место, через которое формируется отчет комитенту о продажах. То есть сейчас у меня этот отчет сформирован. И у меня сейчас отчет комитента уже будет на вкладке «Отчеты комитента». На вкладке «Коформление» заполняется информация, когда мы сформировали документ реализации товаров и услуг и указали номенклатуру, которая у нас была преднастроена на агентское вознаграждение. Значит, пойдем в систему, в систему 1С управления холдингом и посмотрим сформированный отчет комитенту. Этот отчет, он формируется автоматически на основании заполненной карточки номенклатуры. Пройдем в раздел «Закупки». «Помиссионные закупки. Отчеты комитентам-принципалам». Вот у меня сформированный отчет. В этом отчете все заполняется автоматически. Заполняется вкладка «Товары». Соответственно, здесь подтягивается счет фактура выставленной, которую мы сформировали в документе реализации товаров и услуг. Посмотрим сформированные проводки. Здесь у нас проводка 976УК, кредит 7609. То есть мы видим, что у нас счет 76УК сейчас закрылся. То есть мы видим наши взаиморасчеты по перевыставляемым услугам. Дальше в нашей схеме мы должны сформировать отдельный счет фактуры. Вернемся к презентации. Счет фактуры у нас тоже формируется в рабочем месте. Он формируется также в разделе «Закупки комиссионные закупки. Счета фактуры, полученные от комитентов». Как только мы сформировали отчет комитента о продажах, у нас на вкладке «К регистрации в рабочем месте по счетам фактурам от комитентов» доступна запись по формированию регистрации счета фактуры. Мы должны будем нажать на кнопку «Зарегистрируйте счет фактуру». Я это уже, коллеги, проделала. Поэтому мы сейчас, когда зайдем в систему, мы увидим наш счет фактуру на вкладке «Полученные счета фактуры». В счет фактуре нам потребуется заполнить поля номер и дата получения. Значит, идем в раздел «Закупки». Счета фактуры, полученные от комитента. Вот наш счет фактура. Счет фактуры. Посмотрим движение документа, отчеты. Движение документа. Мы видим, что у нас счет фактуры сформировал запись в регистре сведений журнал «Учеты счетов фактур». На закладке «Сведения о реализациях» данные тоже в счет фактуре заполняются автоматически. Проводки по таким счетам фактурам не формируются. Отражение проходит только по регистрам сведений. Это я вам показала. Дальше я хотела с вами посмотреть наши оборотно-сальдовые ведомости по счетам взаиморасчетов. Давайте посмотрим оборотно-сальдовую ведомость по счету 62.01. По счету 62.01 мы видим нашего контрагента «Аэрофлот», который у нас является арендатором. Делаем отбор по контрагенту. Так, не тот, видимо, «Аэрофлот». Есть дубль в системе. Так, еще раз. Вот наш договор с покупателем. Здесь мы видим, что у нас сформирована реализация товаров и услуг. И, соответственно, сформировано поступление безналичных денежных средств. Здесь я подробно не останавливалась, потому что это обычная операция по поступлению денег на расчетный счет. Соответственно, мы видим, что у нас схлопнулась реализация и, соответственно, оплата. И здесь также мы видим документ реализации товаров и услуг по агентскому вознаграждению. Здесь у нас используется обычный документ реализации. Здесь мы выбираем контрагент «Аэрофлот». И, соответственно, выбираем вид номенклатуры, опять же, «Услуга». И забиваем наше комиссионное вознаграждение, сумму. В карточке номенклатуры стоит группа финансового учета с настройкой на прочие доходы и на прочие расходы. И также в карточке в группе финансового учета установлена настройка по прочим видам доходов и расходов. Я поставила прочие расходы, чтобы было понятно, что это у нас прочие расходы по агентскому вознаграждению. И, соответственно, вид расхода НУ у меня здесь указан... Некорректно здесь не так карточка, извините, наверное, прицепилась 90.1. Соответственно, статья у меня используется прочие доходы. В этой статье «Вид расхода НУ. Прочие вне реализационные доходы и расходы». Если нужен другой вид расхода НУ, то он здесь выбирается. Вот так. 1.2. Здесь тоже прочие. Доходы. Также указан счет учета НДС. Это тот же 91 счет и статья учета прочие доходы. Переотражать я документ не буду. У нас документ сформировал проводку. Дебит 62.01, кредит 91.01. Дебит 91.02, кредит 68.02. Это НДС, реализация услуг. Здесь обращаю ваше внимание, что в документе реализации сформирован счет фактура. Счет фактура номер 9, который у нас попадает в книгу продаж. В документе реализации товаров и услуг у нас сформировался регистр НДС продажи, на основании которого данные попадают в книгу продаж и далее попадают в раздел 9 декларации по НДС. НДС продажи, расчеты с клиентами, двигаются все регистры. Открываем нашу реализацию. То есть мы здесь оборот на сальдо ведомости видим сальдо на 6 тысяч по агентскому вознаграждению. Так, посмотрим оборот на сальдо ведомость по счету 76.09. На счете 76.09. Так, нужно брать отбор, нужно брать контрагента. Аэрофлот. Здесь мы видим взаиморасчеты по контрагенту НДС. Давайте установим настройки, группировку по договорам. И мы увидим, что это у нас взаиморасчеты, что у нас взаиморасчеты закрылись. Сформируем карточку. В карточке мы видим отчет комитенту принципау о продажах и, соответственно, оплату в описании безналичных денежных средств. Оплата поставщику. Здесь у нас оплата, соответственно, компании МТС, которая оказывает услуги связи. Далее. Мы с вами посмотрели агентское вознаграждение, которое оформляется документом реализации товаров и услуг. Теперь давайте посмотрим нашу отчетность по НДС. Посмотрим книгу продаж и посмотрим журнал учета полученных и выставленных счетов фактур. А также посмотрим декларацию по НДС. Так, перейдем в систему. И посмотрим... Наверное, мы с вами сформируем сразу декларацию по НДС, потому что мы там увидим в разделе 9 данные по книге продаж. И, соответственно, мы посмотрим раздел 10 и раздел 11, куда должны будут попасть наши выставленные и полученные счета фактуры. Значит, декларацию я заполнила. Смотрим раздел 9. Раздел 9 у нас попадает Аэрофлот. Это наш арендатор. Сюда попадает наше агентское вознаграждение. В раздел 10 попадает данные о выставленных счетах фактурах. И в раздел 11 у нас попадает сведения о полученных счетах фактурах. Также книгу продаж и, соответственно, формирование журнала учета полученных и выставленных счетов фактур можно посмотреть в разделе «Финансовые результаты контроллинг», «Помощник по учету НДС», «Отчеты по НДС». И отсюда можно сформировать журнал учета полученных и выставленных счетов фактур для проверки. И, соответственно, оттуда же можно сформировать из помощника запись в книгу продаж. Коллеги, на сегодня все. Спасибо за внимание. Всего доброго.